Это подробный разговор. Меня зовут Мария Новикова. Здравствуйте. В период самоизоляции, кажется, самое безопасное место – это твой дом. Но, увы, к сожалению, это не всегда так. О том, чем может быть опасен для детей дом, мы поговорим с главным нештатным детским травматологом Екатеринбурга Евгением Кожевником. Евгений Германович, здравствуйте. Ну и вот первый вопрос. В период самоизоляции родители с детьми должны сидеть дома. Казалось бы, все безопасно. Так ли это? Ну, в общем, да. И надо сказать, что первые дни, первая неделя самоизоляции показала, что действительно и уровень травматизма, и уровень обращаемости пациентов в стационар с травмами детскими значительно упала. И даже до сих пор мы видим, ну, относительно меньшее количество больных, которые обращаются с травмами. Это вот не что иное, как проявление вот этой самоизоляции. Потому что дети под контролем, они не гуляли. И, соответственно, меньше возможности получения травм. Они были под контролем. Вот последние дни, когда и погода стала лучше, ну, не говоришь с сегодняшнего дня, там дождь пошел. Для нас это благоприятный фактор. Вот. Дети как-то уже устали, очевидно, от этой самоизоляции. И они стали появляться все больше и больше на улице. Вот. Посмотрите в наши дворы, и там мы обращаем внимание, что там никакой социальной дистанции нет. И там, конечно. К сожалению. Да, к сожалению. И вот сразу, и даже количество обращений значительно увеличилось. Но все равно, по сравнению с обычными годами, когда у нас нет никаких пандемий, карантинов, это количество больных уменьшилось. Это положительный фактор, с одной стороны. Но, с другой стороны, здесь можно отметить, что дети находятся в замкнутом помещении. Дети взрослые, они, конечно, друг от друга устают. И, конечно, появляются какие-то особые условия для особых повреждений. То есть, внимание родителей снижается? Естественно, да. А потом родители все равно, они все же сидят. Они кто-то уже начинает работать, а ребенок вынужден сидеть. И вот в этом случае получается достаточно проблема, потому что ребенок должен быть кем-то контролируемым. Раньше он контролировался в школе, да, в течение рабочего дня родителей. Сейчас же он остается один, и учеба должна быть дистанционная, и в то же время тоже некоторые родители ходят на работу. Вот это тоже фактор, который способствует увеличению бытовых травм. Однозначно могу сказать, что, конечно, мы еще не проводили статистические данные за этот месяц, но таких видов травм, травматизма, вернее, как обычно бывает, их точно не будет. Ни спортивного травматизма не будет, ни дорожно-транспортного значительно меньше будет. Но баланс между бытовыми и уличными травмами сейчас будет смещаться в сторону уличного травматизма. А бытовые травмы – это что? Бытовые травмы – это травмы, полученные в быту. То есть ребенок дома упал, там, с кровати, там, не знаю, вот такое. Ударился, развил стекло, что-то. Так это бытовая травма. А уличная – это то же самое, но только получает на улице. Бегает, прыгает, залезает на забор. Я понимаю, что, конечно, что чернее, сложно про черный цвет, но если сравнивать бытовые травмы и уличные, какие наносят все-таки больше вред организму ребенка? Здесь в зависимости от механизма получения этой травмы, может быть, крайне тяжелая травма и полученная в быту, но примеры трудно приводить, но фактор. Ребенок упал на стекло, разбирали там, скажем, какой-то шкаф, стеклянная дверь, получил крайне тяжелую травму, ну, иногда даже очень серьезную травму. Либо он упал на улице, там, на детской площадке, на горке, там сломал себе пальчик или это не имеет большого значения. Конечно, вот разница между дорожно-транспортным травматизмом, когда высокоэнергетическая травма бывает, да, ребенок перебегал дорогу, попал под движущийся транспорт, вот в этом случае характер повреждения бывает действительно серьезный. Если говорить именно о домашних условиях, возможно вообще как-то ребенка уберечь, учитывая, что действительно внимание родителей за время, за месяц практически карантина, как-то оно снижается, дети, чего греха-то эти, будем называть вещи своими именами, сидя в четырех стенах, буквально на эти самые стены лезут уже от безделья. Да, да. Ну, видите, рецепт здесь очень простой, как бы мы ни устали, как бы мы ни друг от друга, да, как это говорят сейчас испытания любовью, да, то есть близкие люди находятся друг к другу 24 часа в сутки, это, конечно, тяжело. Но все-таки рецепт детской травмы в травме – это все-таки соблюдение режима режима обеспечения безопасности собственному ребенку. Он маленький, он не знает чувства страха, он действительно лезет на стенки, он устал, ему нужно двигаться, ему нужно свою энергию куда-то выплеснуть, но его из секции убрали, и школа со своими сверстниками не встречается, и, конечно, все это дома. Если все-таки случилось, несчастье случилось, травма дома, ну, допустим, упал, сломал руку, сильно ушибся, голову разбил, что должны сделать родители, какие есть способы оказания первой медицинской помощи до того момента, как приедет скорая? Ну, здесь, в общем-то, такие банальные вещи, которые требуют, ну, определенного традиционного знания. Если это перелом, то это нужно сделать временную мобилизацию, чтобы ребенок, двигая конечностью, не травмировался дополнительно, то есть это, может быть, транспортная мобилизация за счет какой-то там, ну, не знаю, книжки даже, там, палочки какой-то, можно прибинтовать руку. Если это рано, то наложить кровоостанавливающую повязку, если это массивное кровотечение, то здесь, в этом случае, требуется уже наложение жгута, чтобы до приезда скорой помощи в какой-то степени уменьшить количество кровопотери. В каком случае ребенка нельзя трогать ни в коем случае до приезда скорой помощи? Очень сложный вопрос, но эта травма должна быть очень серьезная в этом случае, когда мы подозреваем повреждение позвоночника и спинного мозга. В некоторых случаях это, конечно, предположить, что это бытовая травма, очень сложно. Но вот к разряду бытовых травм, которые можно так трудно разделить, бытовая или улочная, это падение с высоты. Вот в этом случае здесь, ну, как-то надо все-таки дождаться специалиста, чтобы не в состоянии аффекта эмоций не навредить дополнительно еще пострадавшему ребенку. А чем может повредить движение ребенка? К падению с высоты мы буквально сейчас уже перейдем, потому что началась хорошая погода, батареи еще жарят. Мы еще к этому вернемся? Нет, это я как раз таки так отвлеченно говорю. Дело в том, что, видите, если получилось повреждение, даже при переломе крупной кости, при повреждении, при подъеме ребенка, при перемещении, при движении, вот эти поврежденные костные отломки, они могут сместиться таким образом, что повредить близлежащие сосуды, нервные стволы, что нанесет уже вторичное повреждение. Это может быть очень опасно. Но я уж не говорю о травме позвоночника. Вот как раз переходим к окнам. Сейчас, что называется, сезон открытых окон. Тепло на улице, тепло в квартирах, открываются окна. Есть ли уже первые пострадавшие? К сожалению, есть. Да, у нас май, это традиционно, я бы сказал так, это май таких специфических травм, падение из окон. Чем это объяснить? Ну, понятно, действительно, это, в общем-то, температура в комнате уже жарко, еще отопление не выключено, на улице уже тоже достаточно тепло, проветривание, ну и начинается там мыть окна. Особенно, когда светит солнышко, видишь, насколько же у тебя грязные эти окна. Но и дети копируют же поведение взрослого. Если бы мама накануне там мыла окно, открывала, проветривала, то ребенок ничего не мешает ему сделать то же самое и полюбопытствовать. К сожалению, есть такие у нас примеры, и были примеры, в этом году, к счастью, такого еще не было, когда барьером является вот эта вот сетка. Противомоскитная. И ребенок, не выделяясь, что это барьер, он думает, что это барьер, а в то же время это же никакой не барьер, да, и выпал, и такие случаи бывают. К сожалению, я говорю, что в этом году уже тоже есть. В условиях самоизоляции детей дома много. Вы прогнозируете какое-то повышение или тоже по факту, что называется? Эти вещи труднопрогнозируемые. Я еще раз говорю, что уже есть такие случаи. К сожалению, здесь можно и маленький, совсем маленький возраст, когда ребенок еще действительно не чувствует чувство меры страха, он не видит этого. И подростки. Выпадывают и подростки? Конечно. Там только немножко другой механизм действия уже, его действий. Для того, чтобы они уже здесь, видите, когда он уже подросток, то сказать, что он не понимает, и чувство страха у него есть, это невозможно. А у него есть уже определенная бравада, и вот он чувствует все возможности его. И такие случаи тоже есть. Это чаще всего ошибка родителей в плане того, что это неблагополучные семьи какие-то, что не уследили за ребенком? Нет, здесь факторы могут быть совершенно разные. Ну, в общем, я как всегда говорил и говорю, это уже, может быть, моя традиционная формула, что в любой детской травме вина прямая или косвенная взрослого человека. Если это подросток, значит, не обеспечили, не научили его, чтобы вот эта бравада не выплескивалась в опасные действия. Если это маленький ребенок, значит, не обеспечили ему надежные наблюдения, чтобы ребенок, который еще не знает, чувствует, как я уже говорил, страха, не ведает, залезал туда, куда действительно опасно. Всегда ли это действительно уже летальный случай? Ну, к счастью, нет, к счастью, нет. Бывают казуистические случаи, трудно приводить пример, но вот приведу. Это пример был из очень-очень давней истории, когда это была зима, причем, что и, в общем-то, спасло ребенка. Мама ушла в аптеку, ребенок заболел, там кашля, какое-то легкое простудное заболевание. Мама ушла домой, в аптеку, ребенок остался один дома. А на улице она видела в окошечке, что ее сверстницы играют. Она открыла фрамугу и выпрыгнула с пятого этажа. Прям выпрыгнула сама? Выпрыгнула сама, она хотела играть с подружками. Мама приходит домой, нет ребенка, смотрит в окно, там кратер в сугробе, и девочка сидит, играет с своими подружками. Ну, это такой казуистический, счастливый случай, правда? А бывают, ну, разные такие бывают случаи. Я тоже неоднократно, может быть, приводил пример, когда вызывают в приемное отделение, привезли тяжелого больного, упал там с какого-то этажа, меньше пятого этажа, как-то уже даже неинтересно. А тут на одном кушетке лежит больной, у которого, значит, все проявления, вот он бледный, явно ему плохо, а другой сидит, улыбается, веселый. И, конечно, обращаешься сразу, что случилось, он говорит, что скамеечка упал. А кто спятывает этажа? Так вот эта вот девочка, которая выпрыгнула сама. А как так получилось? Вот механика, притяжение земли? Повезло, да. Счастливый случай с пятого этажа. Ну, во-первых, снег помог, да, в сугроб ребенок упал. Ну, такие случаи бывали. Ну, вот вы сказали, что меньше пятого этажа неинтересно. Нет, это в кавычках. Ну, я поняла, что, да, да, да. Но я к тому, что многие родители, допустим, могут так немножечко расслабиться, живя на втором или на третьем этаже. Последний мой пример как раз-таки и говорит, что вот упал, ударился со скамейки, получил тяжелую травму. И очень даже прогноз, который может быть совершенно непредсказуем. Либо тот, который упал с пятого этажа. И у него вроде бы ничего нет. Вот формально мы пришли, посмотрели этого больного. Ничего нет. Сделали обследование. В современных условиях даже просто показано обследование, сразу компьютерная томография. Все сделали, ну ничего, придраться ни к чему. Мы все равно этого больного. По механизму травмы вынуждены госпитализировать и наблюдать. То есть родителям, кто живет на первых этажах, на вторых этажах, расслабляться нельзя? Нет, конечно. Вот как раз, чтобы не расслабляться, что вы как травматолог, как детский травматолог посоветуете? Еще раз следить за своими детьми. Окна? Окна, да. Есть механические приспособления, есть замочки на современных пластиковых окнах. Если это окна обычные, но там в конце концов тоже можно сделать какие-то ограничители, которые бы не позволяли маленькому ребенку, который еще действительно не все осознает, чтобы он открыл самостоятельно. Вы уже упоминали, что подростки в том числе падают с высоты. Вообще, если говорить о подростках, какие чаще всего у них бывают травмы? С чем чаще всего обращаются? Ну, во-первых, тоже самые разнообразные. Самые разнообразные. Ну, и чем более старший ребенок, чем уже подросток, это уже практически не ребенок, а тем более мы сейчас принимаем до 18 лет, и поэтому в нашем отделении можно увидеть совсем-совсем маленького ребенка и тот, который в проем двери не входит. У него практически травмы, как у взрослого. Там уже все серьезные повреждения. Если маленький ребенок, у него еще нежные косточки, эластичные, подвижные, все достаточно такое, ну, как бы защищающее вот этого маленького ребенка от серьезных повреждений, то у взрослого подростка это уже совершенно серьезные повреждения, оскольчатые переломы, значительные повреждения, открытые переломы. То есть это очень серьезные травмы. Я знаю, что мало вылечить, нужно еще реабилитировать. У вас очень серьезный комплекс. Да, естественно. Потому что современный подход к лечению больных с травмами сразу определяет необходимость именно начала лечения, это ранняя реабилитация. Поэтому внедрение таких методов малоинвазивных, малотравматичных методов лечения при переломах, это уже как бы называется первый этап реабилитации. Если раньше такие больные находились длительное время на скелетном вытяжении, с какими-то огромными гипсовыми повязками, то применение сейчас вот этих малоинвазивных методов оперативного лечения, мы даем сразу возможность более активного ведения таких больных. И он, выписываясь из нашего стационара, буквально через несколько дней, уже начинает постепенно разрабатывать движения, ходить, нагружать, что, конечно, для современного человека это очень важно. Ну а в тех тяжелых случаях, конечно, здесь многоэтапная реабилитация и неврологический стационар, если мы говорим о черепных травмах, и санаторий, и есть определенные стационары, которые проводят именно реабилитацию больных с тяжелыми последствиями таких травм. Что необходимо для реабилитации? Это постоянное движение, это медикаментозное... Это комплекс, это комплекс. И движение, и лечебная гимнастика, и массажи, и комплексная медикаментозная терапия. Все это в комплексе, это именно делается для того, чтобы как можно лучше и быстрее восстановить функцию, поврежденную функцию. Вы уже сказали, что количество дорожных травм, это именно когда... Ну это вот про этот период. Мы же в этом периоде никогда не жили. Мы в такой ситуации оказались все с вами впервые. И поэтому, конечно, я сказал, что за этот еще не подводился даже итог статистических данных. Но я однозначно могу сказать, пока да. Однозначно могу сказать, что дорожно-транспортных травм значительно уменьшится. Спортивных точно не будет за этот период, потому что они спортом не занимаются. А спортивные травмы – это занятия спорта, организованные. То есть он даже если дома уронит себе гантелью на ногу, это будет бытовая травма. Почему? Потому что это бытовая. Он не занимался спортом, да. Школьных тоже не будет травм, потому что он в школу не ходит. А сидя за компьютером, он, ну, конечно, это будет. Но это не школьная будет травма, это тоже будет бытовая. Но вот, кстати, школьная травма чаще всего, что, казалось бы, там и учителя, и... Ну да, ну, видите, там много, их-то много. Они же на перемену выбегают, а жизнь тоже, они же всю свою эмоцию, которую накопила за 45 минут сиденья, они же должны выплеснуть на этой перемене. И вот на переменах чаще всего и случаются такие вещи. Возвращаясь немножечко к ДТП, травма есть еще и у детей, которые находятся в самой машине. Ну да, они... Я про это и говорю, что... Не обязательно под колеса. Да, конечно, конечно. Я не говорю, что здесь уменьшится совсем. Я просто вот сейчас не помню, таких, к счастью, тяжелых повреждений не было за последний вот этот период дорожный транспорт. Но находясь ребенок в машине, и учитывая немножко наши впереди праздничные дни, и в определенное послабление вот этого режима, то есть не запрещено же перемещаться там на дачу, да? То есть тоже здесь нужно быть очень внимательным. И к тому же, вот если вы правильно сказали о травмах, полученных внутри машины, бравада того, что пристегиваться не надо, это бравада. Это же ведь разработано, уже накоплен опыт человечества, да? Что самое надежное, это хорошая фиксация ребенка. А ребенок с относительно меньшей массой тела при больших скоростях, также приведу пример, чтобы было понятнее, он не удерживается, если он не фиксирован к креслу. То есть он должен быть притянут? Да, должен быть хорошо зафиксирован. Он вылетает через лобовое или через заднее стекло. Взрослый человек, с учетом его массы тела, ну, получит тоже серьезные повреждения, но он остается на месте. А вот такие случаи бывали. Я знаю, что родители, у кого дети вырастают достаточно быстро, то есть ребенку 7 лет, но он уже как 14-летний выглядит, да? По массе тела. Поэтому они стараются как-то садить его исключительно вот с такими ремнями безопасности. Здесь нужно использовать те рекомендации, которые не по возрасту даны, а по массе тела. Поэтому если он достаточно большой, ведь, насколько я знаю, сейчас, к сожалению, не могу точно сказать, чтобы не наврать, сколько там должен быть рост ребенка, чтобы использовать уже обычные вот эти ремни безопасности в машине. Если он не достиг этого роста, то, конечно, здесь нужны специальные подсидения, которые иногда действительно выглядят комично. Ребенок уже достаточно большой, он сидит еще в кресле. Вот если, кстати, еще раз напомнить о необходимости кресла, насколько это может уберечь ребенка от травм? Ну вот пример, который я вам сказал. Если это не симуляция, чтобы нормально пристегнутое кресло, нормально сделанные ремни безопасности, это действительно значительно уменьшает серьезность повреждения ребенка. Хотя бывали случаи и травмы и самого ремня. Вопрос не совсем к вам, как к травматологу, но к врачу. Такие общие рекомендации по поддержанию иммунитета и, скажем так, хорошей мышечной массы в условиях изоляции. Что делать? Ну, в данной ситуации, про данную нашу ситуацию, конечно, я не скажу никаких рекомендаций иммунологичных. Но здесь нужен врач-иммунолог. Для поддержания. Да, хорошую иммунологичную массу здесь достаточно известные факторы. Это полноценное нормальное питание. Вот, кстати сказать, когда ребенок находится на изоляции, самоизоляции, да, он не должен постоянно что-то есть или от случая к случаю. То есть здесь четкое соблюдение режима. Как правило, это полноценное должно быть питание. Это также хорошо стимулирует нормальный иммунитет. Ну, и физическая активность. Она должна быть достаточно активной, чтобы закаливание, занятие гимнастикой. Пусть это, ну, есть же случай, описывают, что там кто-то 100 километров вокруг кровати пробежал, да. Ну, вот в этом случае можно как раз-таки ребенка как-то разгрузить его энергию, да. Ну, вот занятия физкультурой и спортом. Ну, и в преддверии летнего сезона, когда все действительно поедут на дачи к грядкам и прудам, ваш совет. Опять же, берегите детей, следите за ними. И, ну, обеспечивайте его безопасный отдых, да. Он должен быть активный, но безопасный. То есть все острое, все падающее, убрать подальше. Да, конечно, конечно, конечно. Раньше, вот я, например, говорил, это может быть не к летному периоду обычно, а вот если мы видим, что детская площадка, на которой играют дети, и там плохо закреплены все эти железные качели и приспособления, ну, конечно, это безусловно, они когда-нибудь сработают, и ребенок получит на них травму. То есть так же, когда он выезжает на дачу, если там приделали какую-то не очень хорошо качель, которая привязана к дереву, следите, чтобы было нормально все. Как говорится, хоть соломки и не угадаешь, куда подложить, но можно хотя бы предположить. Ну, да, да. Спасибо вам большое, Евгений Германович. Напомню, Евгений Кожевников, главный внештатный детский травматолог Екатеринбурга. В программе «Подробный разговор». Меня зовут Мария Новикова. Будьте здоровы!